Тониско метод сверления под давлением построенных для участка сверлильных работ до фактического отклетления. Первым шагом будет снятие пластикового покрытия с магистральной трубы и в дальнейшем снятие изоляции достаточно размера вокруг точки сверления. Номинальный диаметр трубы отклетления должен быть по меньшей мере на один размер меньше диаметра магистральной трубы. Толщина стенки магистральной трубы проверяется ультражуковым прибором для обнаружения повреждений или коррозийных язв в точке сверления. К концу клапана Тониско необходимо предварительно придать форму по радиусу трубы и затем приваривать клапан электрически под давлением к магистральной трубе. Используя клапан сверлильного устройства, можно выполнить испытания под давлением. Испытания можно провести с использованием воды или сжатого воздуха. Падение давления будет говорить о поврежденном шве. Неправильный сварной шов должен быть исправлен до сверления. Ребро жесткости приваривается затем вокруг сварного соединения. Ребро жесткости устанавливается с целью распределения нагрузки на более широкую площадь. Иногда вместо ребра жесткости используется сварное кольцо с толстыми стенками. Сверлильный клапан готов к сверлению. Вал сверла соединен к сверлильному патрону, подходящий к кольцевой пиле и центровочному сверлу. Правильный адаптер и устройство подачи подсоединены к корпусу. Когда устройство готово, подсоединяется электропривод. Корпус устройства подсоединен к открытой установке. Кольцевая пила, центральное сверло и вал подсоединены. Пружины на конце сверла захватывают вырезанный кусок магистральной трубы, который остается внутри кольцевой пилы, а не падает внутрь магистральной трубы. Перед сверлением необходимо проверить правильность сжатия пружины. Необходимо качественное обеспечение безопасности персонала. Перчатки, маска для лица и шлем должны быть термостойкими. Комбинезон также должен быть термостойким в воде и в пару. Правильно подобранные сапоги выдержат воздействие горячей воды и предотвратят увечья. Другие работники, работающие на рабочей площадке, должны иметь такую же безопасную рабочую одежду. Полностью собранное устройство сверления подсоединяется к клапану тониска. Конечное испытание под давлением проводится для проверки устройства и сварного шва. Для подтверждения герметичности применяется давление в 20 бар. Давление сбрасывается и выполняется фактическое сверление. Точное соблюдение правил электробезопасности обязательно при выполнении работ. Ответление начинается со сверления центрального сверла, используя максимальную скорость. По мере того, как оно будет проникать в трубу, сверлильное устройство тутчас наполнится водой. И манометр укажет на наличие давления внутри магистральной трубы. Далее следует выполнять сверление с кольцевой пилой, используя меньшую частоту вращения. Так как обработка вначале неровна, пуск требует предосторожность. Когда сверление продвигается вперед, давление подачи можно как следует увеличить. По завершению сверления отрезанный кусок трубы прикрепляется к кольцевой пиле. Вал сверла выпускается до конца. Пока конец центрального сверла не будет, над закрывающей канавкой клапана тониска. Клапан тониска закрывается путем проталкивания пластины внутрь шлапана. Во избежание несчастных случаев, ручка немедленно убирается. При проталкивании пластины немного жидкости может выплеснуться из закрывающей канавки. Сброс давления произойдет при открытии контрольного клапана. Сверлильное устройство можно тутчас отсоединить от клапана тониска. Кусок трубы прикрепляется к центральному сверлу. Таким образом может быть подтверждено успешное выполнение сверления. Предварительно изготовленная линия отрезания может быть приварена к клапану тониска. И она должна быть заполнена путем осторожного открытия шлюзовой пластины. После наполнения линии пластина убирается и канавка заваривается. Впускная и выпускная трубы готовы к изоляции и покрытию. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok